Всем привет, друзья! Вы на канале Budget Filmmaker. Как вы видите, я нахожусь в самоизоляции в нашем загородном доме. Прекрасная погодка, солнышко. Я в зимней куртке только потому, что достаточно холодно, несмотря на то, что у нас солнце и как бы весна. Ну, в общем, вы понимаете. Сегодня у нас очень обширная тема. Я не буду торопиться вообще, поэтому те, кто хочет что-то получить быстро, вы, скорее всего, этого не получите. Но для тех, кто хочет бесплатно получить информацию, ту, которую он ищет, особенно начинающие люди, то они ее здесь получат, просто не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой. Мы будем говорить о методах стабилизации изображения, когда мы снимаем с вами видео, начиная от самых простых до самых продвинутых. В каких ситуациях, какие методы нужно использовать и нужны ли они вам вообще? Какие вариации бывают? В общем, все о методах стабилизации изображения в момент съемки, а не на посте. Поехали! Замечу, мы сегодня на улице, и солнце то выходит, то заходит. Я не очень могу его контролировать. Конечно же, между шотами буду поправлять экспозицию, но иногда будет то потемнее, то посветлее. Не обессудьте. Сейчас вы уже видите, что у меня здесь стоят некоторые устройства. Это монопод, штатив, электронный стабилизатор. К сожалению, механический стабилизатор. У меня уже его нет, но тем не менее, я вам покажу его. Мои старые фотографии и все о нем расскажу. И также слайдер. Я его просто с собой сюда не взял, но вы видели, я также покажу вам фотки и покажу, как с ним работать. И также у меня был обзор на моторизированный слайдер. В общем, обо всем этом поговорим. Если начать с самого начала. У нас есть какая-то рандомная камера, есть объектив. Что мы с ним можем сделать, когда у нас есть только наши руки? Смотрите, самое первое. Есть стабилизация в объективах. Оптическая стабилизация в объективах. Это очень хорошо. Это классный момент, который позволяет нам снимать в какой-то степени съемку с рук. Также есть стабилизация матрицы. Уже матричная стабилизация. И там уже не имеет значения, какой у нас объектив. Он может быть застабилизирован при помощи именно сдвига матрицы. Ну и последнее. Просто наши крепкие руки. Смотрите, в этой ситуации, чтобы я вам порекомендовал, просто крайне порекомендовал. Кто любит съемку с рук, кто любит динамичные какие-то моменты подснимать, чтобы быстро... Вообще, зачем нужна съемка с рук? Чтобы вы подбежали на банкете, что-то началось, вы резко взяли нужный ракурс, не меняя высоту, например, монопода, не передвигая штатив. Просто сразу взяли ракурс. И если у вас есть хоть какая-то стабилизация в плане оптической, например, в объективе, на матрице, или вот ремни, о которых мы сейчас будем говорить, то вы уже сможете взять этот статичный кадр с небольшим дыханием камеры и получить хороший результат. Смотрите, я пользуюсь ремнями, это ни в коем случае не реклама. Ремешки Peak Design Slide Light. Просто отличная вещь. Я не знаю, у меня крайне положительные эмоции от ее использования. То есть, что это такое? Это вроде бы, на первый взгляд, обычные ремни, но они, во-первых, быстросъемные. То есть, на камеру вы прицепляете вот такие вот штучки, и вы очень быстро можете вернуть камеру на ремни и обратно. Те, кто знает, как выглядят ремешки стандартные у всех камер, вы понимаете, что их быстро туда и обратно вернуть нельзя. Но сейчас я вот уже подключил камеру, и все. Вот в таком режиме. Я все время одеваю не на шею, а именно вот через плечо. В таком режиме мы, оттягивая от себя камеру, можем получить достаточно статичный, плавный, классный кадр. Смотрите, о чем я говорю. Если у нас, допустим, гипотетически, нет никакого вида стабилизации, и мы снимаем с рук, и вот объектив 50 миллиметров на кропе в пересчете 75 как раз-таки явно даст нам понять, какое качество картинки мы можем получить. Демонстрирую. Смотрите, сейчас у меня выключена оптическая стабилизация в объективе. Я просто держу плавно камеру в руках, ну, насколько это вообще возможно, и разговариваю в данный момент. И я не держу ее ни на ремнях, и выключена оптическая стабилизация. Еще раз напоминаю. Теперь все то же самое. Я просто держу камеру в руках без дополнительных приспособлений, но уже включена оптическая стабилизация в объективе. И, как я и говорил, она очень сильно помогает. Я даже могу делать какие-то панорамки, сдвиги. И последний момент. У нас все то же самое, только я еще и натянул нашу камеру на ремнях. То есть, мы оттягиваем камеру от себя, и у нас получается третья точка опоры обо все тело. И таким образом мы можем получить вот такую вот картинку. Я могу переводить камеру куда-то вот так вот раз, 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 раз. Посмотреть вот на тепличку, да, в огороде. И вернуть ее, допустим, на то место, где мы были. То есть, все эти варианты, вот, встроенные в объектив, стабилизация на матрице, совместно стабилизация матрицы и объектива. И вот эти вот ремешки, они вкупе дают нам возможность. Я сейчас акцентирую ваше внимание, чтобы вы не витали в облаках, не думали о каких-то там, о каком-то волшебстве и прочем. Они дают нам возможность. Даже на длинных стеклах с рук снимать статичную картинку. Статичные планы, в которых не будет вот этой микротряски мерзкой, которую я вам показывал. И не будет никаких проблем. И при этом же, стоя на месте, мы сможем с вами переводить камеру, делать какие-то панорамы, проводить вверх-вниз, вперед-назад. И опять же, все это без тряски, а с плавной такой вот дышащей картинкой. Но ни в коем случае со всеми этими методами стабилизации мы с вами не сможем идти, и чтобы у нас картинка при этом была плавная. Есть одно только исключение. Камеры с матрицами микро 4 третьих, то есть с двухкратным кропом. Так как матрица очень маленькая, у них гораздо проще реализовать систему стабилизации матричную. И такие камеры, как Panasonic и Olympus, обладают просто волшебным матричным стабом, который вкупе с объективом, с оптическим стабилизатором. Реально там можно ходить, делать какие-то проходки, после этого чуть-чуть заставить на посте, и это будет выглядеть, как будто вы пролетели на электронном стабилизаторе. Да, такое есть. Во всех остальных камерах, особенно с большими матрицами, пока что это не реализовано. Поэтому не стройте каких-то бешеных планов. Все, что мы можем делать вот с такой стабилизацией, это стоя на месте, плавно панорамироваться, переводить камеру, или просто делать статику. Но при этом достаточно качественную. И на мой взгляд, этого более чем хватает. Вот в таком сетапе, когда у меня просто стабилизатор в объективе, и я на ремешках, я могу быстро раз-раз перевести, взять сразу план, который мне нужен. Также, что касается этих ремней, помимо того, что они быстро переключаются, причем у меня на обеих камерах висят вот эти вот анкеры, потому что в комплекте их 4 штуки. Одни на одной камере, другие на другой, и я с одной на другую камеру могу резко переключаться. Более того, вот такая вот удобная система удлинения и укорачивания этих ремней. Короче, это ни в коем случае не реклама. Я не буду оставлять никаких ссылок. Все, кто на меня давно подписан, уже об этом знают. Ремни просто must have. Я собирал денежки на них на стримах, и огромное спасибо всем, кто в свое время мне помог их приобрести. Ну и, конечно же, если у вас есть стандартный ремешок, который шел в комплекте с камерой, вы также спокойно можете его использовать. А он есть у всех, кто покупает камеру новой. Он в любом случае идет. Двигаемся дальше. Все, что касается просто камеры, объектива, ваших рук и каких-то вот дополнительных ремешков, мы уже уяснили. Теперь уже мы идем в сторону покупки каких-то гаджетов. И самое первое, о чем думает каждый начинающий человек, который снимает видео, это, конечно же, банально штатив. Штатив подходит для вот таких съемок, которые я веду сейчас. Когда я снимаю просто себя, когда мне нужно снять какую-то качественную статику, чтобы у меня камера была очень устойчивой. Например, я не знаю, хочу снять таймлапс, чтобы ветер никакой ее не сдул, тогда нам нужен будет вот такой вот уже помощнее, металлический, хороший видеоштатив, да. При этом вот именно в данный момент я снимаю себя на самый простецкий вариант, который я приобрел давным-давно, когда ввел еще другой канал. Я сейчас вам его продемонстрирую. Собственно, этот штатив неплох только-только для использования вот в таком режиме, когда я просто сижу, разговариваю, и больше ничего. Потому как у него обычная пластиковая голова, вообще он весь пластиковый, под большим весом. У него ножки, просто вот надавливаешь на него, они сами съезжают вниз, то есть это его минус. Опять же, ролик исключительно по штативам, у меня уже был, я ссылочку здесь оставлю. То есть он дешевый, но он некачественный. Он не держит большой вес, им невозможно вот так вот плавно, плавно панорамировать, проводить, там, следовать за объектом, что-то делать. То есть это не видеоштатив. И тут мы подходим сразу же к тому, чем же у нас отличается именно видеоштатив от вот такого обычного фотоштатива. Смотрите, у меня здесь сразу и штатив, и монопод. Монопод мы пока отставим, потому как мы сейчас не о нем разговариваем. Я прикручу ручку, и здесь вот у меня такой представитель китайской флоры и фауны. Это Джи Янг 506, по-моему, модель называется. Да, на все оборудование, ссылочки в любом случае будут в описании. Смотрите, что мы здесь получаем. Это достаточно классный видеоштатив, который держит хороший вес. Никаких проблем с ним абсолютно нет. И вот сейчас вы видите, что у меня здесь остановлен электронный стабилизатор. Я его, наверное, сниму, поставлю камеру и покажу, на что мы можем рассчитывать с этим штативом. Ну, во-первых, у него хорошая высота, у него плотные ноги, он достаточно тяжелый. Для того, чтобы быть мобильным с ним, это уже не про него, потому что, опять-таки повторюсь, он достаточно тяжелый, и его просто тяжело таскать. Он идет вот в таком огромном кейсе. Это несколько уже, несмотря на то, что китайское, но профессиональное все-таки устройство. Смотрите, если мы поставим на него камеру, чем отличается видеоштатив? Тем, что у него видеоголова. То есть на ней мы можем делать плавные проводки, потому что там в специальных каналах находится масло, и все движение у нас получается такое реально масляное, да, то есть плавное. Единственное отличие от каких-то более дорогих решений, во-первых, поддерживаемый вес, а во-вторых, то, что вот как он у нас двигается, и ни быстрее, ни медленнее там, то есть ни плавнее, ни как-то вот резче, мы сделать это не можем, потому как все это происходит только с одной скоростью. Также мы можем обратить внимание на то, что вот опять же, у меня чуть камера не вывалилась, но тем не менее, здесь есть вот такие вот фиксаторы, которые остановят ее в любом случае. То есть чтобы она вывалилась, нам необходимо нажать на кнопку. Как я уже сказал, единственное отличие в том, что здесь нельзя никак регулировать скорость. То есть мы можем зажать вот эти вот вещи, они вроде как будут поплавнее, но такого, что выбрать, например, 1, 2, 3, 4, 5, как на многих Pro штативах, здесь такого нет. То есть просто все с одинаковой скоростью, одинаково плавно двигается. И плюс у нас идет демпфирование. То есть мы вот, если отгибаем его, он у нас возвращается в центральное положение. Вот. И если мы идеально вот именно вперед-назад развесовали камеру, то она у нас будет, в принципе, стоять вот так вот сама и вообще нас не бесить. Смотрите, какую картинку мы можем получить с этим штативом. Сейчас вот я начинаю запись. Опять же, у нас объектив со стабилизацией, но тем не менее. Вот. Я делаю какие-то панорамы, перевожу вот так вот по заборчику. Причем можно делать не просто панораму вбок. Можно заблокировать одну из осей, и он у вас будет просто панорамировать. Можно же не блокировать ось и делать сразу перевод вот такой диагональный. То есть я сейчас вообще ни в коем степени не пытаюсь делать это движение плавно, но тем не менее оно само таким получается. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Возможно, если я тут немножко резко дернул, у меня сейчас запись идет в 4К, и, наверное, вы видели какой-то роллинг-шаттер или что-то типа того. Но я надеюсь, что в целом все было неплохо. То есть вы примерно можете понимать, да, как мы можем панорамироваться и вообще что мы можем делать с таким штативом. В общем-то, все, что я могу сказать, подытоживая, нормальный видеоштатив, вот хотя бы такой, это минимальный вот входной билет в мир видеосъемки, он должен быть у каждого. Видеоштатив – это must-have. В любом случае. Потому что статичная съемка вам всегда пригодится. И вот так же, стоя на месте, снимать какое-то мероприятие и делать вот все вот это вот плавно, панорамировать – это просто максимально удобно. И сразу же, переходя от штатива, мы приходим к моноподу. Точно такое же устройство с точно такой же видеоголовой. Также называется G-YANG 506. Сейчас я перенесу камеру со штатива на монопод. Опять же, они используют одну и ту же площадку, там, по-моему, ARCO SWISS. В чем разница здесь? Здесь все то же самое, та же видеоголова, но у нас это не штатив, это монопод. Здесь одна нога, вы с ним более мобильны. Все, наверное, знают, что для свадебной съемки по большей части все как раз и используют моноподы. А в чем здесь дело? Да в том, что это позволяет стабилизировать вашу камеру, то есть вы быстро перебегаете на другое место какое-то, меняете свое положение и там продолжаете снимать. То есть, если мы перебежали, встали, единственное, что вам нужно сделать, это поменять высоту. И все, вы уже снимаете в другом месте. Что касается самого качества, то же самое. Смотрите, абсолютно то же самое. Мы можем также плавно панорамировать. Единственное, чем отличается, то, что у нас мы стоим на одной ноге и все-таки здесь надо, ну, вообще не дергаться. То есть, если я буду дергаться, то картинка, конечно же, видите, вот может делать такие рывки и будет, ну, скажем, не очень приятной. Но, тем не менее, если мы стоим плавно, если мы стараемся делать эти шоты, то они и будут плавными. И если мы просто перебежали куда-то и хотим, вот все, вот мы установились и хотим что-то снять, то мы, в принципе, берем, берем это и снимаем, и стоим статично. То есть, для чего вообще нам нужен монопод? Для того, чтобы мы в банкетном зале, вот до этого мы все снимали с рук, мы такие прикольные ребята. У нас был какой-то электронный, допустим, стедикам или еще что-то. И мы снимали еще хендхелд на прогулке. Если уж мы говорим о свадебной съемке, давайте так. То, когда мы пришли на банкет, там нам зачастую нужно будет писать какие-то длинные тесты или конкурсы или еще что-то. И стоять, и снимать с рук это немножечко тяжело. Здесь же мы просто ставим на монопод и делаем все то же самое. У нас статичная картинка. И мы просто стоим, мы не занимаем много места, так как у штатива ноги раскинуты. И он уже такой широкий, знаете, как невеста вот в свадебном платье с большим количеством колец. А здесь же просто вот мы и наш моноподик, и мы стоим и снимаем. То есть это то же самое, что и штатив. Особенно если речь идет не о дешевом китайском моноподе, а о моноподе с видеоголовой. О Манфроте там каком-нибудь, или хотя бы вот о китайце, таком как Джи Янг или Милибу. то мы с вами чуть мобильнее, но имеем все те же самые плюсы, что и со штативом. Единственное, что на моноподе все-таки не рекомендуется камеру оставлять. Да, есть варианты там от E-Image или от Serui, у которых нижняя лапа очень широкая, и она позволяет оставить камеру. Но все равно я бы не рисковал. Если вокруг какое-то происходит действо, оставлять камеру на моноподе, конечно же, не нужно. Также, ребята, чуть не забыл такая вещь. Для штатива, я вот думаю, не приобрестили себе на этот сезон. Можно приобрести вот такие колеса. Я вам сейчас показываю ссылочку с Алиэкспресс. То есть, что это такое? Это три колеса. Вы устанавливаете три ноги штатива в эти колеса. И если в банкетном зале у вас хороший нормальный пол, то вы можете, прямо не останавливая запись, если вам нужно куда-то вот подвинуться, вот не то, что спанорамировать, а прям подвинуться, вы можете на этих колесах прям проехать. Понимаете? И это уже своего рода будет такая доля, небольшая тележка для штатива, и я недавно монтировал свадьбу. То есть, вы, наверное, многие знаете, опять же, кто подписан на канал давно, что я занимаюсь монтажом. Беру на монтаж свадьбу других людей. Ну да, почему бы нет? Когда работы мало, можно и так заняться. Так вот, я видел у человека, который как раз-таки в своей съемке использовал штатив и ездил в банкетном зале на этих колесах. Вот впервые в жизни я как раз монтировал свадьбу, которая была снята. Одна из камер там так ездила. И мне понравились те результаты, которые он дает. И я прикинул, и тот, кто заинтересован в таком варианте, я бы обратил ваше внимание. Идем дальше. Стабилизаторы. К сожалению, механического стаба вот этого вот, вот этой палочки у меня уже нет, но вы можете вот здесь лицезреть мое фото, которое, наверное, и по сей день на каком-нибудь сайте Горького у меня размещено. Да, я тогда еще был с этим стабом 6300 и маленький блинчик кит-объектив. Это выглядело максимально смешно, особенно учитывая, какой длинный этот был стаб. Он вообще был такой с интересной функцией. Я его брал у товарища, у своего знакомого, который тоже занимается видеосъемкой. Он с интересной функцией. Его можно удлинить таким образом, что он станет вообще длиннющий и упереть в пол. То есть, это был механический стедикам-монопод. Да, у него не было никакой башки, но он был такой длинный, что его можно упереть в пол и, в принципе, встать и снять какую-то статику. Смотрите, что касается механики. Да, она сейчас уже канула в лету, но это было прикольно. То есть, я снимал на нее чисто на широкий угол, на стандартный блинчик, то есть, 16 миллиметров с диафрагмой 3,5. Он был со стабилизатором. Да, она раскачивается, ее нужно уметь настраивать, все это геморно, но с ней точно ничего не случится, она не сломается. С ней можно снять, я вам скажу так, с ней можно снять всю прогулку. Как это делается? Очень просто. Если вы хотите сделать какую-то фолу, там, какую-то проводочку, вы ее делаете. Потом на посте это все стабилизируете, плюс, если вы снимали слоумо, и все выходит классненько. Вы из этой проводки вырезаете какие-то 2 секунды, учитывая, что это было слоумо, получается 4 секунды. И как бы в результате, немножечко стабилизировав, все получается классно. У меня в самый там какой-то мой древний первый сезон, там были шоты, они мне нравились, это все отлично. При этом же, если вы хотите снять какую-то статику, вы спокойно встаете с ним и бац, прям не снимая камеры с него, не разбалансируя, снимаете эту статику. Вы можете, опять же, упереть его куда-то так-сяк не снимая камеру с этого механического стаба, что достаточно удобно. И если вы используете один и тот же объектив, но вот если вы используете другой объектив или вам надо зуммироваться, ну вот я, например, на кит снимал, я зуммировался и на полтосе, не перефокусировав, не перенастраивая стаб, снимал просто статичные какие-то планы или что-то еще, а потом обратно раз на 16 мм и уже опять какую-то проводку. То есть, в принципе, это достаточно удобно. Но если вы будете менять объективы или еще что-то, если у вас не так, как у меня, например, камера, которая на стабилизаторе с широким углом, она всегда находится на стабилизаторе, а с рук я снимаю второй камерой, вот которая вот эта, или, допустим, с монопода. Если у вас не так, если у вас одна камера и вам нужно менять объективы, то это уже, конечно, будет связано с некоторыми неудобствами, потому что его нужно перенастраивать. Это не круто. И, в принципе, что касается механического стаба, это все. Это достаточно прикольный девайс. В любом случае, людям, начинающим, кто хочет там первый свой какой-то свадебный сезон отснять, вполне себе можно им воспользоваться. Купить какой-нибудь бэушный, недорогой, на той же барахолке, там, да, на Авито, на OLX, смотря в какой стране вы находитесь. И, в принципе, чувствовать себя хорошо. Но не рекомендую покупать какую-то вообще конченую китайщину, потому что, ну, они работают еще хуже. Вы и так, допустим, начинающие, вы не знаете, как им пользоваться, а тут получится, что, короче, будет не айс. Я рекомендую вам приобрести что-то все-таки немножечко именитое, пускай бэушное, там, где-то на Авито, но это будет наилучшим вариантом. Но, конечно же, так или иначе, механические стабы уже канули в лету, и они просто используются совсем для других целей. На них невозможно вот так взять и снять, например, целый банкет, какой-то длиннющий шот, ходить везде и потом это использовать. Нет, у вас так не получится. Там именно для каких-то вот пару секундных проводок в напряжении и потом взять это в клип. Вот это про механический стадикамп. А вот если вам надо ходить, всех снимать, и чтобы при этом практически ноль брака среди всего этого было, то есть вы не на штативе, не на моноподе, вы не привязаны к месту, вы постоянно двигаетесь, зачем-то ходите, всех проводите, разводите, то в данном случае вам поможет только электронный стадикамп. Что касается электронных стабилизаторов. В данном случае у меня достаточно старая и простенькая модель. Это же Юн Крейн Плюс. Это по сути аналог самого первого Крейна. Но он надежный, он и выглядит как молоток, он и надежный как молоток. Что первый Крейн, что эта модель работает очень долго и без проблем. Конечно же, качество стабилизации уже немножечко хромает. Оно хуже, чем на современных моделях. Он не оснащен какими-то современными фичами. У него не блокируются моторы. У него задний мотор перекрывает дисплей вам, когда вы идете, снимаете. У него сама стабилизация ну, такая себе. Намного хуже, чем на некоторых других моделях. Плюс там, он не может управлять этим, не может управлять тем. Но, тем не менее, у него есть самое главное. Он может, когда мы подключаем проводом, запускать запись и маленьким ползунком может зумироваться, что очень удобно с электронными объективами Sony, такие как 18105 и KIT, а также делать Clear Image Zoom, то есть вот какое-то оптическое увеличение тоже при помощи этого ползунка, когда вы снимаете на фикс, но зумируете. Об этом также в отдельном ролике. Так вот, что касается Steadicam. Сейчас я его включу и у меня здесь объектив 50 мм. Я еще раз напоминаю, что его стабилизация не идеальна. И мы сейчас пойдем прям по огороду и я вам немножечко расскажу, что такое электронные Steadicam, зачем их нужно использовать, почему их не нужно всегда использовать и, собственно, все в этом духе. Поехали. Смотрите, во-первых, используя электронные стабилизаторы, я сразу вам скажу, что это ни в коем случае не панацея. Они тоже дергаются, дрыгаются. Если мы будем с вами просто ходить, забив на все, мы никак не получим идеально ровной картинки. Вот и сейчас я просто иду, а он у меня постоянно сдвигается то вправо, то влево и как бы ведет себя не совсем адекватно. Тем не менее, это абсолютно исправное устройство, просто с ним тоже нужно уметь работать. Ну и мы с вами можем их использовать либо же вот в каких-то условиях, когда я тоже этим грешу, тоже я могу вам сказать, что я так делаю. То есть, когда мы просто ставим камеру на электронный стабилизатор, конечно же, не с таким длиннофокусным объективом, а с чем-то покороче, и пытаемся с ней просто снимать весь банкет, например, на свадьбе. Почему мы так делаем? Все очень просто. Потому что это просто удобно. Мы при таком раскладе можем практически ничего не выкидывать в брак. То есть, все наши файлы, они пойдут, пойдут в итоговый фильм. Несмотря на то, что там будет какая-то микротряска на широкоугольном объективе, это будет незаметно. И в итоге вы можете все это полностью использовать, ничего не выбрасывая. Это достаточно удобно. То есть, не будет никаких хождений со штативом, хождений с моноподом, переходом с одного там какого-то ракурса, с одного места на другое. Ничего. Этого не будет. Все будет максимально удобно и просто. И, соответственно, это немножечко нас ленит, облегчает нам работу. И мы начинаем бегать вот с этим стабилизатором, поднимать его высоко. И при этом картинка наша выглядит, ну, сами знаете как. У нас обрезанные ноги, но при этом над головами куча места. Мы используем эти электронные стабилизаторы бездумно, абсолютно для всего. не для того, зачем нам, скажем так, не только нам, а в кинематографе нужны эти электронные стабилизаторы. Для того, чтобы делать какие-то плавные кадры, когда нам нужен длинный шот, но при этом камера должна идеально плавно лететь в одно место, потом в другое, разворачиваться, поворачиваться, следовать, например, за одним актером, потом за другим актером. И все это как бы не обрывая кадра. Вот для этого нужны электронные стабилизаторы. А мы с вами вместо этого берем их и ходим целый банкет. И да, еще раз повторюсь, даже я сам таким тоже грешу, только из-за того, что это делать просто и удобно. Но еще раз напоминаю, электронные стабы нужно использовать, в общем, нужно иметь какую-то идею и понимать, что, допустим, ее реализация возможна только при использовании электронного стабилизатора, а не от обратного. У меня есть электронный стабилизатор и именно поэтому я его буду использовать в каждом своем кадре. Я надеюсь, что мой посыл вам понятен и мне удалось донести до вас все то, что я хотел касаемо электронных стабов. Ну и теперь, наверное, последнее устройство в нашей сегодняшней подборке, но не последнее по важности. Его можно было поставить на одно из первых мест. Это слайдер. слайдеры за последнее время, с тех пор, как появились электронные стабилизаторы, многие спустили уже как-то на поводу, то, что они просто не нужны. Якобы слайдерные шоты, все вот эти плавные наезды, отъезды, проезды, мы можем заменить электронным стабилизатором, иметь одно устройство, быть мобильными, что самое главное. и в принципе на этом все. И да, здесь я согласен только с одним моментом, с мобильностью. То, что в какой-то свадебной съемке или еще в каком-то репортаже нам слайдер абсолютно не нужен. Это опять-таки нас приводит к тому же умозаключению, что ровно как и электронный стабилизатор, его нужно использовать только в тех местах, где он действительно нужен, а для других каких-то целей использовать другие устройства. Ровно так же и со слайдером. Я вот сейчас вам покажу фрагменты из-за не знаю, как это назвать. Реклама, не реклама. Это просто вот коммерческий ролик для одной из компаний производства тканей. Вот это как раз тот момент, когда можно использовать слайдер. У слайдера идет очень четкое, точное, идеально выверенное движение. И если мы снимаем какую-то вот какие-то механизмы, вот коммерцию связанную с какими-то механизмами, производством, где все четко, там не хочется, чтобы у вас была какая-то непонятная тряска или вот эти вот, понимаете, дебильные вот эти пролеты с хождением, где еще и вот немножечко у нас горизонт скачет то выше, то ниже. Те, кто только пробует снимать с электронным стабилизатором, понимают, о чем я говорю. И, ну, это все выглядит максимально некачественно. Вот главное правило, которое у меня в голове уже последние два года. Лучше качественная статика, нормально по композиции выставленная, где что-то происходит, чем дешевая паршивая проводка со стадикама, пускай даже с хорошего. Вот вы тоже, это опять-таки это мое субъективное мнение, но я вам рекомендую держать это в голове, то, что не нужно вот так вот полагаться на какие-то современные устройства, так как они предназначены, сотый раз повторяю, для своих целей. Так вот, что касается слайдера, если мы снимаем что-то вот точное, конкретное, выверенное, да, это слайдер. Вот там вот эти шоты, которые я вам показываю, они сняты с моторизированным слайдером, то есть он у меня стоял вот на этом штативе, прямо вот так поперек стоял слайдер, я переходил на новую точку, ставил точку А, точку Б, и делали вот эти вот все отъезды, наезды, они без малейшей дрожи, без всего, просто вот качественные отъезды, и даже кадры, где там опускается или поднимается камера, они тоже были сняты с этого моторизированного слайдера. Обзор, на который у меня также был на канале, я его брал чисто на обзор, у меня его уже, к сожалению, нет. У самого у меня есть простой механический слайдер, очень косячный, самодельный, DIY, на него можете посмотреть в одном из предыдущих роликов, где мы снимали рекламу мыла для Инстаграм, там я его как раз и использую. Так вот, также слайдеры, они сейчас стали очень компактными, их можно установить на штатив, то есть на любой высоте вы поставили его, и все, он у вас ездит. Они стали моторизированными, у них есть головы, которые позволяют панорамировать еще одновременно и там прослеживать за объектом. И вот именно в том, чем я сейчас занимаюсь, мне он просто необходим. Я просто днями и ночами мечтаю, чтобы кто-нибудь из производителей мне наконец-таки предложил свой слайдер, желательно моторизированный. Я сейчас гоняюсь вообще за обзором на Zipon, так как у нас сами знаете что, из-за чего я сижу вот в этом огороде, то поставки все приостановлены, и Zipon я пока взять не могу. Это механический слайдер, очень компактный, который как бы идет не просто вот легко под собственным весом, а там есть некое сопротивление, которое позволяет вам вот, равно как и, например, на видео голове от штатива, вот такое вот масляное флюид движение, вот и там так же. Он позволяет вам делать плавную остановку, плавный старт, и вообще в целом плавную проводку, прям мануально, вручную. Также есть и моторизированная его версия. Так вот, все, что касается предметки, макропредметки, какой-то вот рекламы, то есть продакт-шотов, вот то, что мне очень нравится. Те, кто не подписан, проходите, подписывайтесь на инстаграм, там я делаю большое количество съемок. То есть вот все мои съемки сейчас делятся всего на два типа. Я снимаю свадьбы за деньги, это коммерция, это заработок. И снимаю различную предметку. Пока что до этого не за деньги, но сейчас уже появляются коммерческие заказы на это дело. И в инсте, естественно, все это размещаю, а на ютубе показываю вам бэкстейджи со всех этих съемок. Я не какой-то мегапрофессионал, и это заметно по всем моим роликам, но я не скрываю, я не боюсь показывать свои там не очень качественные работы, но при этом демонстрировать весь рабочий процесс. То есть я ни в коем случае не пытаюсь вас научить, как это делать, но как минимум показать то, как это делаю я, для тех, кто находится на более низком уровне, я думаю, это будет им полезно. Так вот, для любой предметки, для макросъемки, для макропредметки, для каких-то вот серьезных роликов, которые будут рекламные и коммерческие, слайдер, это must have. Все, что я перечислил, это те моменты, где вам не критично время, вы можете выставиться, выверить каждый кадр, выставить свет, выставить монопод, точнее, выставить штатив, поставить этот слайдер, все настроить и сделать идеальный шот, потому что вам нужен именно вот этот вот один, но идеальный шот. Именно вот это вот среда деятельности слайдеров и никакие электронные стабилизаторы и прочие устройства в этом их не заменят. Именно поэтому это то устройство, о котором я сейчас мечтаю в личное пользование, и у меня сейчас по-прежнему его нет. Но очень надеюсь, что в скором времени получится, так сказать, закрыть этот пробел. Итак, ребята, мы прошлись по всем основным устройствам, которые нам позволяют стабилизировать картинку в какой-то степени, когда мы снимаем вот на обычные фотоаппараты, да даже если это будут видеокамеры какие-то компактные, также сейчас уже появились такие, например, электронные стабилизаторы, которые позволяют держать и видеокамеры, а все остальные моменты, о которых мы говорили, они подходят равно как к фотоаппаратам, так и к видеокамерам. Надеюсь, что эта информация большинству была полезна, для кого-то как минимум развлекательная, и вы не скучно провели это время, достаточно длительное время. Опять-таки напоминаю, что это будет целая серия роликов, здесь мы поговорим и о схемах света, я думаю, и по фокусировке, и еще какие-то варианты. Если вы хотите, чтобы я осветил какую-то тему, то пишите, конечно же, в комментариях на какую тематику сделать еще выпуск по основам видеосъемки. Также у меня теперь на канале создан отдельный плейлист по этому делу. Помимо этого плейлиста вы можете посмотреть и все остальные. У нас постоянно проводятся стримы каждый четверг, как минимум, а когда грустно, может быть, даже понедельник и четверг, то есть дважды в неделю, мы проводим стримы по видеосъемке. Я отвечаю на все вопросы. Так как народу на стримах немного, я могу ответить каждому. Ну и, собственно, на этом у меня все, друзья. Я надеюсь, что в это карантинное время я немножечко вас развлек и вы как минимум с пользой провели эти минуты. Все, друзья, увидимся уже совсем скоро. Всем пока.